Если ты не гей, то на лайк нажми скорее. Здарова, гангстер! На связи Лёха Такс. И я, в общем, в этом месяце хотел купить себе очень дорогую покупку. Ну, знаешь, 100 миллионов плюс. И я думал взять Гимеру, там эту машину самую быструю и все дела. Кстати, вроде как она там и проехала. Ну ладно, это не суть важна, потому что сегодня вот такой вот просто монстр-убийца. Просто машина, которая должна была быть в руках Олега Диброва. Вы представляете, если бы эта сволочь просто появилась вот на этом, на моих глазах, я бы просто нассал в свои памперсы, пацаны. Но, к счастью, у меня нет памперсов. У меня есть 130 миллионов, которые я потрачу на эту машину, пацаны. Единственное, на втором сервере, наконец-таки, спустя, блин, полгода, её выбили, вы представляете, полгода на втором сервере её не выбивали. Единственное, мать его, вот это вот чудо просто, которое есть на втором сервере, я готов его купить. А, подожди, он мне даёт руль даже сразу. Ну да ладно, ладно, 130 миллионов и тест-драйв сразу до Натарки, пацаны. Она быстрая, она даже дрифтит, пацаны, вы что, гоните? Это вообще, ай-яй-яй-яй-яй-яй, срочно покупаем, приобретаем, и дальше уже тюнингуем. Так ещё самое важное, она просто целка, пацаны, буквально, в прямом смысле. Она не тюнинная вообще никак. На ней пробег всего 105, вы представляете, чуваки просто её выбили, покатались и сразу мне её предложили. И, кстати, как я понимаю, выбил её Олег Инсайд, который мне в недавней серии продавал ламбу, которую он выбил. Вы представляете, парень выбивает две золотых подряд. Ебать, ну это вот прям удача, везение, как говорится. Ладно, соглашаемся на обмен. 150 у меня на руках, почти все бабки отдаю. Ещё 20 на тюнинг, всё это нормально, пацаны. Транспорт? Господи, нет. Что-то не то ты нажал, дружище. Не то пальто, блядь. Давай по-другому. А, деньги мне надо выбрать, это я дурак. О, так. 130. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверяем, мало ли. Ну, больше-то у меня и нет, во всяком случае. Чё за бред? Какой бред, блядь? Кинь ты, кого кинь? Главное, чтоб ты меня не кинул. Поехали. Кидаю обмен. Давай. Выбираю. Денюжки. А, 130. Раз, два, три. Раз, два, три. Сразу скопирую, потому что не с первого раза получается. Блядь. Как-то тяжело. А? О, Олег Инсайд пришёл, смотрите. А-то ты, Олег, выбил что-то? Серьёзно? А, он выбил. Бля. Ура! Обмен совершён. Всё, я побежал. Спасибо, пацаны. Удачи, как говорится, лоха побогаче. Да, всё, чётко. Я поехал кайфовать. Кайфовать поехал, пацаны. Ну, тачка, которая... Так. Просто, ебать, убийца. Я не знаю, что я с ней буду делать, пацаны. Но я сразу просто беру её, завожу и сразу к механикам. Потому что тюнинговать её нужно срочно. Я даже не знаю, какой на неё тюнинг есть. Но она, ебать, какая резвая. Она прям создана для того, чтобы нагонять кого-то. И, ну, прям вот, пугать. Прикинь, в ночи вот это вот. Я на неё красный неон повешу. Ебать, это будет просто развал. Тюнинг, дружище. Тюнинг. Самый красивый мне нужно оформить, пацаны. Хорошее настроение. Хорошего всем вам настроения. Всем, кто вейн. Так. Бензина там немного. Ну, и одометр тоже у нас не сильно засрамлён. У нас тут 202 там. Короче, не важно, что я, блядь, несу. Я просто уже всё попутал. Так, колёса. О, так она раскраски всякие имеет разные. Ебать. Ну, хэллоуинская уже точно не подходит. Третья, она по-любому класс. Ну, это самая, наверное, да. Бесплатная конфета. Она такая чёрно-красная, боевая. Это интересная, но такая она какая-то. Dead Inside'овская. Ну, то есть и без раскраски это вообще просто какое-то ничмо. Оставляем то, которое здесь уже стоит. Гидравлика, стоковая гидравлика. Что значит стоковая? Так, здесь никаких обвесов нету, к сожалению. Спойлера может какие-то ставиться. Спойлера не ставятся. Ладно. Давай этой тачке поменяем диски. Посмотрим, как это будет выглядеть. Во! Я бы поставил вот такие. Мне кажется, они были созданы изначально для этой машины просто. Но можно поставить более такие прям стильные. Слушай. И вот такие, кстати, тоже можно поставить. О, вот это меняй. Это надо. Не, ну тапки вот прям такого радиуса я ни на одной машине не видел. Это просто... Да не шлите, надо новый. Да не, понятное дело. Не, ну те матовые, которые я в прошлый раз ставил, но слишком часто я их ставлю на что-то другое найти. Это скучновато. Нет, мне не нравится. Я красный бы его ебал вообще, похрен. Не хочется валить, нет. Вот эти, кстати, ничего. Не, 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 пацаны. Я не знаю. Тут очень сложный выбор, потому что такие диски большие. Как бы, ну давай. А вот эти тебе нравятся или нет, скажи? Или колхоз? Нет, знаешь, эти не очень будут. Какие? Скажи, какие очень будут. Вот либо вот эти, либо вон те, вот эти вот, да. Более-менее еще смотрятся. У меня какая-то... Не, 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 дружище. Не, 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 не. Тернюку-то советуешь. Как мне кажется, вот эти подходят нормально. То есть я хотел сначала поставить эти, но у них там колеса, ну, забаганные. Короче, текстура торчит. А эти единственные, которые не баганные. Давай поставим 170 тысяч. Да не, давай сначала эти посмотрим. Во всяком случае, это лучше, чем то, что здесь стоит. Стоковые тоже интересные. Я бы не менял. Ну, прям, когда такой большой радиус хочется... Ну, мне эти нравятся больше. Хотя, блядь, какая-то теперь, конечно, тележка. Непонятная. Ну, я оставлю так, пацаны. Мне нравится. Номера. Три шестерки у меня есть сейчас прям при себе? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть, конечно, использовать. 130 миллионов отдал только что. Ну, три шестерки ССС. Это, пацаны, просто, ну, максимально... Не, 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 диски, подожди, перекрашиваются или нет? Подожди, она вообще цвет меняет, да, полностью прям? Ебать. Нихуя, у нее там реклама с радио, что ли? Что тут? О! О! Вообще насрать, что-то как-то получится. Я хотел, вот я прям уже сразу в голове видел. Не знаю, как оно получится, но я сделаю и так, понимаете? Ну, то есть, как бы, вот такие диски. Хотя были и лучше... А, стоп. Я дебил. Покрасьте их, надо, да, в красный. Я не заметил, я не заметил. Я хочу посмотреть. Ну, просто, ну, типа, должно смотреться страшно. Я хочу страшную сделать. И, чтобы она была страшная, нужно немножко подколхозить. Ну, тем более, красный у нас намечается неон. Поэтому, как бы, пацаны, сами понимаете, нужны красные диски здесь. Сто процентов, чтобы этот эффект усилить. Ебать, зло. Злая просто машина, пацаны. А я салон не смотрел даже, господи. Салон... Ой, ну нет, слушай, подходит. Подходит. Такая она прям, ну, знаешь, кровавая прям. Прям вообще жесткая. А, ну тут салон как от Bentley 8 литр. Только одноместный, блин. А, нет, ну, двухместный здесь. Как бы мальчика маленького в подвал будем везти. Вот. Здесь у нас рычажки всякие с черепами и какая-то еще, ну, там... Блядь, два показателя. Первый скорость, второй страх, как бы. Да, уровень говна в крови, как говорится. Ебать, вид от первого лица я даже не заметил, что... Ну, какая она злая, а? Не, это нон-рп машина максимальнейшая. То есть у меня есть даже монстр. Она даже более рпшная. Мне казалось, самая нон-рпшная машина у меня. Ну, нет, вот это вот чудо, это просто вообще... Что-то с чем-то. Так она еще и рвет, смотри как. Срочно. Ставим S-панель. Это она так рулится, ебать. Это разворот просто был вот, ну, мизинчиком сделан. Я вообще не напрягался, чтобы это совершить. Ебать, она дрифтит. Это все в стоке, без бага. Она в стоке, как с багом. У меня тачки все, вы прикалываетесь? Ну, это прям вообще имбаланс. Ну, куда ты со своим автобусом, дружище? Ну, чуть не врезались или разъехались. Так. Air suspension. Заезжаем, посигналить. Господи, сейчас по сигнале обосретесь. Такая машина, если по сигналит, вообще... Вообще не вариант. Сначала занизим, потом завысим. Посмотрим, что страшнее. Ну, занизить тоже надо посмотреть, как это выглядит. Давай, поехали. Давай, давай. А, все? Она очень похожа на Bentley 8 литр. И еще там была какая-то каталажка Ford какой-то. Не, я ее завышаю. Вот она завышенная. Завышенная, точно. Оставляем ее завышенной. Она прям такая страшная. Бестия какая-то. Выехала из ниоткуда. Просто разнеможать головы людям. Блядь, что это? Куда? А, ну не, ну ладно. С жигулями пока рано тяговаться. Не, ну если она такая в стоке. Есть ли смысл вообще на нее ставить стейджи? Наверное, есть. Чтоб еще страшнее сделать. Я ей выхлоп присобачу сзади. Точно. Она прям вообще суетная. Слушай, на ней можно шашки исполнять. Вообще много чего делать. Двести и рулежка есть. Так еще и можно дрифтануть на ней, да? Дрифтанул неудачно. Вообще насрать. Ну какая машина у тебя так проскочит вот здесь? Никакая. Даже, мне кажется, мой монстр и Бентли этот, ультратанк так не сможет. Это что за прикол вообще? Я бы даже их сравнил, кстати, между собой по проходимости. Да, это мы сделаем чуть позже. Но сейчас надо срочно ставить стейджи. Срочно, вообще срочно. Ой-ой-ой, как она рулится? Мне прям нравится, пацаны. Сигналим. Заезжаем. Первый уровень стейджа. Радиатор. Давай посмотрим, как это будет смотреться. Почему бы и нет? Больше обвесов для этой машины, как говорится. Подходящая позиция? Нам это нравится. Нам это нравится. Мы ставим. Мы не жалуемся. Выхлоп. Мы тоже ставим. Это вообще просто будет очень выглядеть охренительно. Я сразу знал, что она так будет классно выглядеть. Чуть-чуть назад поставим, да, чтобы... Просто я не понимаю уровень того, насколько она назад. А. Так. Недопустимая позиция. Недопустимая позиция. Когда будет допустимая? Когда будет допустимая? Эу! Эй, ты! А, ну я, блядь, не в ту сторону просто делаю. Во. Бля, ну ты сохраню так? Ты, придурок, блядь. Ты мне указывать будешь, как ставить? Нормально стояла. Подходящая позиция. Во, нормально, нормально. Я так и хотел. Я так и хотел, пацаны. Какой? У меня второй уровень еще не поставлено стоять же? Трубина. Ну ее точно не надо. А вот нагнетатель. Вот я хотел бы посмотреть, что будет, если я еще один поставлю, когда у нас и так, очевидно, спереди один есть. Слушай, такие ноздри. Так можно их соединить. Вот так. Да ведь? И будет четко. Вау. Мне нравится. Ну вот этот выхлоп сзади, это хвостик вообще прям имбалансный. Зло. Максимальнейшее. Ой-ой-ой. Со стейджем просто можно на дрифт-трек ехать. Что происходит? Что с этой машина такая? С херов это вообще дрифт-корш. О, еще один эксклюзивчик. Бункер. Смотри, как он разворачивает. Он еще узкий, то есть в любую щель можно заехать. Да, в теории? Сейчас ремешок пристегну. Потому что 100% размотаемся. Рано или поздно. Так, вот здесь подпрыгнули. Неприятно. Но ничего страшного. Может ли вот этот бункер, да, неповоротливое говно просто. Все, садимся ему на хвост. Моргаем. Кричим просто. Уничтожаем. Давай, давай, что, потягаешься? Эксклюзив на эксклюзив. Давай. Мигалочку свою там. Вырубай давай. Опа. Опа. Я могу позволить себе на такой машине подрезать вот таких вот серьезных людей на таких машинах? И мне ничего за это не будет. А даже если и будет, то что? Опа. По лесу. Блядь. Надо было сюда проскочить. Смотри, сюда проскочим. У него, он объехал, объехал, объехал. Зассал. Так, я здесь, походу, там сейчас сам засу. Ай-яй-яй-яй. Прочитан. Прочитан, прочитан. Давай. Смотри, мордой. Лоб в лоб, давай. Опа-опа. Не сможешь, блядь. Прочитан еще раз. Он сам себя уничтожит таким образом. Все, я погнал отсюда. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Откроется? Не откроется. Жаль. Полный разворот на месте. Совершаем. Как же я кайфую с этой тачкой. 130 миллионов, конечно, сука, очень дорого. Но выглядит она, ну, на свои деньги. Ага. Он выбежал, чтобы пострелять по мне. Все. Это ему не поможет, потому что я уже, оп, через деревья. Я, сука, создан для того, чтобы пугать людей. А-а-а. Еще скин Олега Диброва сюда. Это же просто. И ночью. Но надо ставить здесь однозначно. Ой-ой-ой. Ебать-ебать-ебать-ебать. Полегче. Полегче. Опа. И перевернулись. Драндулетка-то, блядь, может? Может? Я хочу максималку замерить у этого говна. Ну, просто, ну, как оно может ехать вообще? Оно поедет 300. Ну, я жопу ставлю просто на три жопы сразу. Если она едет 300, я выигрываю три жопы. Если, ну, не едет, то я проигрываю одну. Ну, нормально, да, ставка? Поехали. 300. Ну, типа, если ты 300 не едешь, это говно. За 130 миллионов она должна ехать 300. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 271 лимит у нее. Ну, она лимит свой может точно преодолеть. Ай-яй-яй. Смотри, прям по полосе едет. Она узкая, мне прям это нравится. Она очень такая... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всех вот этих вот деревушек, деревьев проскочил в колью, заскочил. Какой мент тебя вообще на этом чуде догонит? Оно не переворачивается. Оно не врезается, потому что оно нереально врезается на такой узкой машине вообще куда-то. Ебать. Красотища. 130 сраных миллионов за это чудо. Ну, имба. Ну, я врезался все-таки, да. Я смог это сделать. Ну, я постарался для этого. Понимаете? Постарался. И она даже боком продолжает ехать. Как вы видите, подсветку я поставил. Она немного, конечно, там фиолетовым отдает. Но это не важно. На самом деле, вот этот красный кровавый цвет, это просто страшнейшая имба. Полностью красная атмосфера. Темная ночь. Мы сейчас отправляемся пугать людей. Но чтобы было еще страшнее, я заколхожу эту машину вот такой вот хераней. А где иначе мне возить трубачки бедных бичиков? Ну, сами понимаете, что только вот в такой вот кракозябре, которую мы сверху прикрепляем, да? Козырек, бля, это козырек. Просто гопник, отвечаю. Кепочка. Ставим кепочку и поехали, пацаны. Ну, эта мразь готова просто уничтожать людей. Мало не покажется всем, кто попадется на моем пути. Потому что вот это страшное чудо прямо сейчас находится в самом таком страшном лесу на родмире. Это, соответственно, лес Олега Деброва, где он-то может появиться в ночи. Вот так вот. Хочешь кричи, хочешь не кричи, но Олег Дебров появится в ночи, понимаете? Выезжаем задним ходом, чтобы было еще страшнее. И ищем нашу жертву, пацаны. Тут, правда, никто особо не ездит. Ну, вот, например, первый масленочек у нас есть. На БМВ он дрифтит. Сейчас он додрифтит. Ладно, поехали ему. Свои правила объявим. Езды здесь. Во-первых, мы его догоним, как нехрен делать. М5 у него не М5, но он сейчас надрифтится, пацаны. В штаны. Давай, давай, давай. Ой-ой, съехал, съехал. Ой-ой, съехал. Бедняжка съехала. Да, блядь. Ну-ка, со своими пиши, блядь. Сейчас напишу. Капсом ему написал, ему звезда. Почему он смеется? Ага. Сейчас он узнает, почему. Давай, давай, давай. Попробуй, попробуй. Ну. Ой-ой-ой, не уезжается. Ладно, сигналить не буду, потому что самому уже неприятно эти звуки слушаю. Ой-ой-ой, какие танцы. Ты думаешь, ты справишься? Ой, ебать. Со стволом, что ли? Давай, попади. Давай, 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 давай. У меня есть другой приемчик. На, ебать. Не понравилось? Ну, а я хочу так повеселиться, пацаны. Ничего такого. У нас свои разборки, локальный юмор. Исключительно. Давай, я могу лучше дрифтить. Давай. Мне нравится так. Мне вообще нравится. Блядь. Наскочил. Слушай, давай заезд, ладно. Давай, го заезд. Го заезд. Бля, капсом пришел. Просто максимальный шамани, челла. Давай. Давай, давай. Ну, жми. Ну, че у тебя? Не едет, что ли, корыто-то твое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто мне нужен в этой ситуации? Ебать, у них машина рвет. Вы хотите сказать, мое корыто за 130 миллионов, которое едет там 270 вообще не напрягаясь, не может догнать этих вот ребят на полицейской BMW пятерочке? Вы че, прикалываетесь? Не, быть не может. Не верю. Ладно, это не валяшка, короче, такая, своеобразная, скажем, да? Машина. Вот. Проблем, конечно, на ней особо не знаешь, но свои есть, так сказать, нюансы и приколы. Ладно, ну раз на встречке, значит на встречке. Слушай. Так, я их слышал, они куда-то туда уехали, да? Вон они, окей. Кто у нас тут на заправочке? Привет, маслята. Не хотите поиграть в страшную игру? Почему это не хотим? Там в лесу конфетки для вас есть. Занято? Жаль. Эти ребята не хотят. А вот дружище на каршеринге явно накакает штанишки сейчас. Да ёб твою мать, что за машина такая? Ебать, ну это скейтборд, а ты самый настоящий. Да это поп-шоу, это кикфлип, это все, что... Это скейт просто на четырех колесах. А чё они там ездят, эти менты? Слушай, ну зато... Смотри, какой он внедорожный попрыгунчик-то, а? Бля, да ничего я не хотел. Боком я хотел поездить, как в индийских фильмах, блядь. Что такое? То есть как бы ваша езда боком, пацаны, это не езда боком. Вот настоящая езда боком. Вот нормальные пацаны ездят боком вот так. И давай, не мешай. Сейчас менты... На менты, на менты, на менты. Мне нужны менты. Да не, я боком езжу, подожди. Нормально все. Сейчас, сейчас, вон они, вон они. Да, блядь, перевернулся. А я и не езжу. Я тут боком езжу, пацаны. Да я вижу, да. Да, это точно. Куда? На колеса, куда? Колеса подкинешь? Что? Не подкид, подожди. Надо мне еще подкидывать. Я боком, боком, боком по развязке. Нормальная тема. Смотри, еще и, блядь, дриптический мак. Кортеж, стоп, давай. Кортеж. У меня неоновая подсветка выключилась, кстати, блядь. Видимо, аккумулятор сел или что? Не, ну слушай. Ей ничего не делается. Опа, опа, опа. И поехали. А вы догоните. А, подожди. Кому? Друзья? Да, на ролик. А если я их съем? Да ничего. Ничего страшного? Ну давай, ладно. Передавай адрес, друзья. Я скушаю и съезжу. Я, Деска, Бару. Артем, Тока. И, Блад, Ментов. Все, вкусные ребята, надеюсь. Поехал за ними. Ебать, она рвет с места. Слушай, хочу вот здесь почему-то перелить. Ебать, кто тут поставил это корыто? Давай, 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 давай. Прямо в дальнобойщикам. Блядь, это вообще просто имба. Что за ракета? Так, 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 аккуратней. Есть кто-нибудь, кого я удивить-то могу этим? Он опять здесь, блядь. Мне уже страшно самому от того, что как он мне на хвост сел. О-о-о. Что у вас? Марки? Я покажу, как настоящие машины дрейфлить должны. Это электрическое говно. Вот настоящий V6. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же она рвет просто когти. Пацаны, прямо сейчас Никитушка-то отправится на тот свет, как я ему и обещал. Я его обещал. Я сделал. Давай, 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 дружище. Ха-ха-ха. Ё-о-о. А даже Бентли так не может. Всё, Никита. Первая жертва. Он написал букву Э только лишь. Э-э. Не, ну в плане проходимости она мне нравится. Но всё, что я хочу сейчас на ней сделать, это реально отправиться на дрифт-трек. Вы прикиньте, какой вообще им баланс на такой тачке с таким хендлингом уже изначально заехать на дрифт-трек. Что она там вообще может вытворять, мне просто сейчас интересно даже узнать. Но её вот это вот, то что она узкая, смотри, вот здесь она хотя бы залетает в поворот. Ну вот этот вот проезд, который я всегда называл максимально каким-то дебильным. Ну потому что как можно было сделать такой узкий проезд к въезду, где все дрифтят. Ой, заметно изменился хендлинг. Она стала медленнее, зато очень поворотлива. То есть всё, я боком в прямом смысле иду, вот. Боком, но прямо. Просто фарм очков, изи. Смотри, скину сразу с тех стоп-1. Вообще, я не знаю, что должно произойти, чтобы я потерял очки. А, блядь, вот это должно было произойти. Не, ну можно, можно постараться, но это прям очень сложно сделать. То есть в плане дрифта она все равно подходит. Ну если у вас есть 130 миллионов лишних, пацаны, и вы готовы нагибать всех на дрифт-треке, так ещё и вот так вот страшно. Это прям то, что вам нужно. Какой-то чел вокруг сугроба пешком на кроссовках дрифтит. Ну клоуны всякие бывают. Я тоже здесь как бы разноцветное вот это вот красное месиво езжу. Ну слушай, мне прям нравится. Но мне больше нравится, когда она всё-таки на дороге общего пользования. Едет 200, дрифтит, и при этом при всём может себе... О-о-о! Тест на хорошую машину заключается в том, проедет ли она вот здесь. А она здесь проезжает, так ещё и может поддрифтить вот в этом вот узком пространстве. Тебе прикинь? Смотри, реально, ахах, вообще угар. Бля, вот это прикольно. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ща подожди. Вправо. Вот так вот, и влево. И наоборот. И вот так вот, и сюда. Ой-ой-ой, летим просто, пацаны. Так. Собьём его? Собьём? Ай, не получится, хотел сбить его. Ладно, съехали с дороги, ничего страшного, зато у нас не дорожник есть. Ну-ка, интересно, этот бич испугается, если я за ним встану вообще сзади ехать? Я буду просто за ним нагло следить ехать, пока он с ума не сойдёт, пока он не спросит, что надо. Ещё один. Надеюсь, это не его друг. Ты чё, блядь, не испугался? Крутая машина, серьёзно? Меня ещё и в розыск объявили, блядь, за что? Кто? Хочешь прокачу? Садись. Давай-давай, прыгай, прыгай. Сейчас я его в лес увезу. Садись, я буду капсом писать. Давай-давай, прыгай. Не, ну за 130 миллионов можно и сесть, да? Всё, ну зря ты сел, дружище. Тебя... Это последний твой вопрос в жизни, как говорится. Так, нужно место, где можно его вот прям максимально... Блядь, куда бы его увезти? На ферму, блядь, работать. А, я знаю, куда я его закину, пацаны. В самое небо... Вот место, где ему вообще не выжить. Я... О, это как, блядь? Ого. Ого, ого. Ого. Тихо, тихо, тихо. Жить. Ладно, это было испытание. Что, блядь? Бомж плачет? Короче, попытка номер два. Каким-то образом я хочу его закинуть на военку и там его оставить и сам оттуда уехать. Получится у меня это или нет, сейчас узнаем, пацаны. Так. Ну, в целом, если я вот здесь стукнусь об что-нибудь, то я могу и залететь. Нет, левее, левее. Не получится. Не, я прям залечу туда. Можешь не пристегиваться. Слушай, а так нельзя? Нет. Ну, я слишком дохуя хочу. Давай, 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 давай. Так. Вот машина узкая. В теории, мы можем вот здесь подпрыгнуть и залететь туда? Хватит ли нам скорости? Ебать. Почти. Но я разбился. Не, не, не. Я отвечаю. На этой машине получится это сделать. Только надо было чуть правее взять. Так, 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 так. Давай. Попытка номер два. Я хочу это сделать на этой машине. Блядская. Так, попытка номер три. Поехали. Набираем скорость. И максимально, ебать, четко. Так, надо найти план, как я буду отсюда выбираться. Получилось! Он еще и сам рад, что сюда попал. Ай-яй-яй, как же мне эта машина шикальная нравится. Сейчас. Как же я, сука, хотел это все. Блядь, как же подло. Как же подло, бедный бич. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ бочу тут делать нет я лучше погибну чем буду смотреть его глаза после такого все я сдаюсь он еще и пишет зачем так делать ладно нет это угарно это максимально угарно ну то есть одновременно жалко этого парня потому что ладно это мне понравилось такая тачка за 130 миллионов ну конечно имба но я бы не сказал что она стоит этих денег за 50 можно угарнуть за 130 что-то дороговато но учитывая что это эксклюзив во всяком случае ставьте лайки пока